Маленькому Матвею два с половиной месяца. Он еще не понимает, что сейчас переживает его мама. 28 декабря, в день его рождения, Анастасия узнала о гибели отца ребенка. Он воевал на Донецком направлении. Он должен был позвонить, а тут не звонит и не звонит. Думаю, может устал или еще что-нибудь, приехал и уснул сразу. А он не звонит и не звонит. И я уже начала обзванивать его товарищей, разыскивать его. Через два дня Анастасии официально подтвердили гибель супруга. Через считанные минуты у нее начались преждевременные роды. Из-за стресса я никак сама не могла родить, поэтому мне сделали кесарево сечение. Малыш родился в таком состоянии, что даже сам не дышал. Был под аппаратом, хотя по УЗИ все было хорошо. Это уже от стресса. Теперь Анастасия с сыном живут в Житомире, где Саша мечтал купить дом для семьи. Он говорил, когда закончится война или даже во время войны, возьмем ипотеку на дом или купим квартиру, и все равно будем жить в Житомире. Так что мы уже определились, что в Житомире. Поэтому и похоронили Сашу именно тут, не где-то там, а именно тут, потому что он хотел тут жить. Сейчас Анастасия собирает подписи на сайте президента за посмертное присвоение мужу звания Героя Украины. Вскоре ей придется вернуться на работу, чтобы самой обеспечивать их маленькую семью. Ситуация Анастасии далеко не единична. Как это, стать главой семьи из-за потери любимого, знает и Валентина. Мы были женаты 12,5 лет, и мне все было мало. Жаль, что у нас не так много времени было. Но как есть. Александр, муж Валентины, погиб в ноябре 2023 года. Их новорожденной дочери, младшей из пяти детей, в то время было всего 4 месяца. Для него это было одушиной. Он приходил домой и сразу брал ее на ручки. Он с ней купался, он ее укладывал спать. Жить дальше, без папы и мужа, ежедневная борьба. Он всегда был моей опорой. Я знала, что он позаботится и все будет хорошо. То есть при любом раскладе. Даже после вторжения у меня не было паники, потому что машина была заправлена, все было собрано. Он провел мне инструктаж. Он позаботился, договорился со всеми. Теперь Валентина полагается на помощь друзей и семьи. Несмотря на свои проблемы, она сочувствует миллионам украинских женщин, которым пришлось отложить мечты о создании семьи. Многие женщины не успели родить, не успели забеременеть. Они очень сожалеют, что не сделали этого. Для многих, как и для меня, дети – стимул жить. Стимул что-то делать. Конца войны не видно. И невозможно предсказать, сколько еще семей будет разрушено.